Я-то когда был в прошлый раз, три человека было. Сейчас. Лашечки, как высоко. Там очень высоко, но надо на камень забираться. Там самый кайф. Там мы видим реку Сулак. Это главная водная артерия Дагестана. И невероятный вид. Вот оно, гидротехническое сооружение. Вон плотина и спуск. Страшновато? Ну, не надо. Как тебе фоточки? И вообще страшненько? Фоточки пойдут. Жестко. В позе лотоса сидеть на крае обрыва. Типа, я не сорвусь, как бы я чувствовала, что все ок. Но я боялась, что этот камень, ну, вдруг он сам обрушится вниз. Это же прям как бы выступ такой маленький еще. Там еще есть такой выступ такой длинный. Туда тоже хотелось бы с тобой сходить сфоткаться, но... Ладно, очередь большая, Дагестеря у меня очень сильно. А если хотите увидеть лучший вид, то смотровая площадка находится в поселке Дубки. Навигатор знает это место, поэтому смело ныряйте. Ну, сейчас все увидите. Там просто топчик. Ну, здесь, Катюш, лучший вид. Холодно. 12 градусов до хранилища. А в той стороне Сан-Сулакский каньон. Пойдем сюда. В шоке-то очень красиво. Очень-очень красиво. Запоминаем. Я очень сильно замерз. Пока мы там сидели на этом парапете, сделали фоточки. Пусть там не было жарко. Здесь холодно. Увидел Жигуль и решил, что мне надо его поснимать. Катя тоже интересно. Да залезай, что-то. Разрешили же. Копеечка. Все оригинал? Все оригинал. Да? Да. Восстанавливал или? Нет. У деда купил. У деда? А можно он тоже сломать? Да, да, конечно. Он такой прикольный. Просто, потому что он поцвет одинаковый, и не надо снять. Сиденье вообще кайфовое. Даже не прашивая? Да ладно. Такие люди, простые, добрые. Я увидел машину. Господи. Копейку. Подхожу, говорю, можно снять? Вылез. Говорит, да пожалуйста. Он там у меня сзади инстаграм подписан. Он начал тебя снимать уже потом на свой телефон, потом себя. Типа ему приятно стало, что нам понравилась его машина. И он сказал, что купил его у какого-то деда. Там оригинальный пробег 70 с копейками. Ни одной замененной детали. Ну, то есть все как вот есть. Сиденья мягкие. Очень прикольная машина. Я внутри интерьер заснял. Ну и будем садиться. В современный интерьер. Все. Я вообще уже нахрен замерз. Ох, господи. Да холодно. Жесть. Я уже даже хочу включить себе подогрев. Честное слово. Ну, выберешь себе. Кнопку не нажимай. Ты пытайся нажать и не даешь. Вот. 11 градусов. Так, я покажу еще сам каньон. Да, надо мне еще купить объектив, который сильно приближает. Потому что немножко не хватает. Так, ну что мы делаем дальше? В Махачкалу едем? Да, наверное. Надо думать, где ночевать сегодня. Ну ладно, доедем, а там посмотрим. Все равно отсюда надо выбираться. Два места можно вычеркивать. Ну и заодно вот эту подсказку имейте в виду. Самые прикольные места, которые есть в Дагестане. Может быть, их, конечно, больше. И кому-то нравится что-то другое. Но вот так, снова. Вот это для меня самый топ. Спускаемся из поселка Дубки. Здесь есть еще классная точка, где очень хорошо видна река Сулак. Там мы ее совсем сверху видели. Прям очень красивая долина. Камера вообще не передает. Вот прям серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok Первый раз в жизни увидел в Дагестане пробку. Причем на 10 минут. Многие пацаны не выдерживают и начинают ехать по обочине. Вон там, по грунтовке. А, сейчас в принципе видно будет. Едет. Ну это Дагестан. Тут особо не парятся. Погнали. Интересно, что там случилось? Ну что, авария? Фиг не знаю. А мы сейчас едем уже в Махачкалу. Забронировали себе столик на 19.00 в ресторане Жак. Забронировали стол на двоих, а нам дали вот такой. Я немножечко не поняла. Мы реально бронировали на два человека. Мы заходим. Здесь один человек на 9. На 8 человек. Один стол на 9 человек, другой на 8. Ну мы можем в принципе здесь посидеть, но это как-то странно выглядит. Вот, в итоге нас посадили вот сюда в угол. В принципе уютненько. Единственное, тут иногда дети носятся через вот эту дверь. Ну шкаф все перегораживает, поэтому уютно получается. Сидим мы где-то уже 40 минут примерно. Я уже съел салат. Больше? Час точно. Час, да? Чуть больше даже часа. И еще минус 2,580 за ужин. Сегодня так вкусно было. Дорого и вкусно. Очень вкусно. Вчера не так было вкусно сегодня. Ждали только долго, но в целом результат крутой. Ждали, блин, почти полтора часа. Даже не знаю сейчас плакать или смеяться. Так смешно это вылетел из кадра. В общем, рассказываю ситуацию. Сгоняли мы на Сулакский каньон. Да, да, вот так. Тут просто видишь на мне тень как падает. Ну ладно, без разницы. Я забронировал отель. Называется он Махачкала. Сделал это через островок Ру. Сейчас время 21.31. То есть мы поужинали, приезжаем в отель. Она говорит, а нет места. Я говорю, в смысле нет места? Я же бронировал. Я говорю, как такое бывает? Ну говорит, у нас бывает. Вот так вот. И рядом сидела женщина, которая оплатила номер. И ей тоже говорят, нет свободных номеров. Она сидит и ест кашку, которую ей там дали. Говорит, а вы, ребята, у меня такая же ситуация. Да, только я еще и оплатила. Да. И в итоге получилось как? Что автобус, который вот стоит напротив, приехала группа днем. И их всех заселили. Хотя сказали, что там есть 6 или 7 броней. Да, 6 броней просто вот оп и все, и забили. Причем девчонки, которые уже по этим броням приехали, ну до нас, их как бы для них нашли места. А вот для вот этой девушки, которая перед нами зашла, и для нас уже мест не нашли. Я не знаю, что делать. Учитывая, что в Махачкале вообще нет отелей, в Дербенте нет отелей. В Грозном есть отель, но за локал за 9600, в Грозный Сити за 9900, и до него еще ехать надо 2 часа 25 минут. Ну, короче, вот такая херня. Вообще не знаю, как так вышло. Смотри, тут по карте, еще ребятам покажу, отель находится прямо рядом с морем практически. Тут нужно пешком, видишь, пройти. Портовское шоссе. Ну, где-то, видимо, есть проход. И все, тут Каспийское море. Че делать? Я просто не вытяну. Мне очень хочется помыться. И, ну, как-то, не знаю, помонтировать, посидеть, отдохнуть. Нашел выход из ситуации. Сейчас едем в город Буйнакск. Там отель будет у нас то ли 4 сезона, то ли сезон, он называется. Стоит всего 2000 рублей. Вероятные номера тоже подубитые. Посмотрел отзывы. Ну, они, конечно, там не супер такие мотивирующие. Но это лучше, конечно, чем вторую ночь спать в машине. Давайте немножко вечернего Дагестана покажу. Это у нас пока еще Махачкала. Народ активизировался. Вечером тут самые гонки начинаются. Прямо сейчас в моменте все более-менее спокойно едут. Ну, что, в целом хорошо. Потому что от Буйнакска нам потом на Ирганайское проще добраться, чем от Махачкалы, то есть ближе. И Аул Чех. Ну, потому что он там по пути. Поэтому ничего страшного. Ехать до отеля нам недолго. 46 минут, 42 километра. Знаешь, что меня радует? То, что у нас с тобой есть, если что, подушки, которые классные. Потому что если там прям полная фигня, то свои возьмем. И одеяло тоже у нас классное. Самое главное, чтобы там чисто было. Ну, посмотрим. Может быть, я гоню. Хотелось бы в ванную. Очень. Ну, если нет, значит, не будем валяться в ванной. Просто прямой душ. Тоже неплохо. Да, очень даже неплохо. А то вот так вот два дня по ничьей ходить. Ну, мы же одну ночь только здесь переночевали. Ну, да. Сегодня вторая была бы, если бы ты не нашел отель. Так, ну, мы заселяемся в отель Сезон, он называется. Берем 15-й номер. Я сейчас в машине. У меня была истерика. Истерика тупая, что я смеялась. Потому что... Потому что это общага. Это реально на вид общага. Зато 2000. И не в машине. Хотя под дождем спать хорошо. Да. Ну, давай, показывай. Что тут? Просто пушка. Слушай, ну, за два касса вообще норм. То, что тут ковры. Подушки, конечно, фигня. Мы свои взяли в итоге. Зато смотри, какой номер просторный. Развертка, чтобы ты была вот здесь. И у тебя такая же. Надо тумбочку отодвинуть. Я их еле нашла. Я смотрю, думаю, возле кровати нет розеток. Мы не можем прикола. Да еще хочешь тебе приколы расскажу? Нет. Там не видно соседей? Что делаете, пацаны? Просто, видимо, кто-то со злости. Ну, я хоть телеключили, я не знаю. Просто атмосферку хоть покрыть. Зато смотри, какие потолки, между прочим, высокие. Тапочки засними, это очень важно. Тапочки огонь. Да, закрой, пожалуйста. Тапочки с грибком. Блин, у меня своих тапок нет. Как в чем туда идти? В кроссовках пойдешь. Так помоешься. Что, душ-то есть? А, это все? Все. Просто квадрат? Да. А, вот так вот даже. Такого я, конечно, не видел. Но, у меня, знаешь, четкое дежавю, что мы сейчас в Майкопе. Там примерно то же самое было. Только там в номерах воняло. А здесь норм. Не, ну тут тоже есть какой-то особый, так сказать, шарм. Что, это, в мини-баре есть что-то? В мини-баре Бирюса. Зато тут пепельница есть. Нам она не нужна. И не написано не курить. Да я так угораю. Все. Будем раскладываться. На-ка, подержи. Кипец. Я прилизана. Смотри. Ой, у меня плечо просто отваливается. Господи. Что, здесь есть подставочка. Можем вот так вот просто ставить камеру и снимать. Все. Я сейчас буду, знаешь, что делать? Мыться. Ремонтировать. Ну, я не знаю. Сейчас подумаю. Может, я первая? Единственное, знаешь, что, да, я сделаю потише. Это перебивает нас. Я считаю, нормально. За два кэса вообще. Да. Ну, скажи. Единственное, я бы думаю, в чем мне идти в душе. Мне нужны какие-нибудь тапки. Надо купить. Вот такие же. Ну, я не знаю, я чужие не буду надевать. Я тоже не хочу. Серьезно, это просто фигня. Я не скажу, в чем мне идти в душе. Вот вы бы надели. Потому что кажется, что их кто-то оставил. Вот. И выглядят они, конечно. Слышишь, а если я в носках пойду? Да, иди в носках. В старых причем. У меня все новые. Можешь мне и надеть вонючие? Ага. Все, ладно. Заканчиваем эту фигню. Субтитры создавал DimaTorzok